Бабуль! Бабуль, да ты не бойся! Да ты не смотри, что я в Балаклаве сижу, да всё нормально! Я вор! С ума сошла! Да максимум, что я воровал, неделю назад, вот, в сады к этому, к этому соседу нашему забежал в сад. Там у него яблоня, яблища огромные растут. Максимум, что я сделал, яблоко у него стыбзил. Бабуль, какой я вор! А он потом меня заметил, вот этот владелец сада. Ружья своё солью зарядил, и как в пердах мне, фу! Вот я потом неделю сидеть не мог, вот, неделя уже прошла, поэтому, ну, уже вроде всё нормально, бабуль. Вы не переживайте, баблю, я справлюсь, я справлюсь со всем. Я хотел отойти, просто с вами поговорить, там, поздороваться, она на самом деле ничего не слышит. Баблю! Батарейки в слуховом аппарате поменять нужно, баблю! Понимаешь? Следи за ртом, за губами, она вообще ничего не слышит. Что я здесь делаю? Я сижу здесь уже, ну, минут сорок, просто жду, пока бабе Любе пенсия придёт. Сейчас почтальон Печкин должен прийти, к конверте там вручить, у бабы Любы там пенсия, ну, буквально две-три тысячи рублей, и я прям курьера по башке стукну и заберу вот эти деньги, вот. Чтобы вы просто понимали, что со мной случилось за вот это время. Я переехал. Я бросил всё, что у меня было, и я переехал в новый город, в этот подъезд. Я уже успел снять квартиру всего лишь на один месяц, я отдал все бабки, которые у меня были. Десять тысяч рублей стоит одна комнатная квартира в месяц! И вот подъезд мой. Маша, я тебя люблю. Ну, обычный, знаете, такой советский подъезд, ничего нового, везде плесень, везде всё потрескано. А вот это моя квартира, здесь у нас щиток электрический, здесь вот Катя Дура. Я не знаю, какой этот крендель написал, но если я его замечу, то я ему все руки переломаю, потому что, ну, нельзя так, тем более у меня же как бы девушка Катя. Знакомьтесь, дамы и господа, это моя халупа, да. И не спрашивайте, почему я в Балаклаве, я всю жизнь сейчас буду ходить в Балаклаве, до конца своих дней буду ходить в Балаклаве, потому что... Кстати, вот как выглядел мой прежний дом в начале сезона. Как выглядит мой дом, который мне подарила Катя сейчас? Жопа Минотавра, если описывать в двух словах. Я забросил этот дом, потому что там ничего нормального, там стены изуродованы, там бомжи навоняли уже, поэтому я там не буду жить. Я приехал сюда, отдал все свои бабки, в принципе, вот, разрешите устроить вам экскурсию по моей новой квартире. Везде плесень, везде у меня паутина, везде у меня забаррикадированные даже окна, потому что прежний владелец здесь вообще уже не жил примерно 3 года и разрешил мне здесь пожить месяц за такую маленькую стома из 10 тысяч рублей всего лишь. В самой последней серии грабителя я сказал, то что в новой серии я стану вором, потому что мне уже просто тошно каждый день отбиваться от воров и мне просто захотелось пожить их жизнью. Неужели все так круто? Каждый день где-то у кого-то там тартыбзить макбук, плейстейшн 4, потом это все толкать на черный рынок и заваривать себе немножко так баблишек. Поэтому вор, я вор и бомж. Все, что у меня сейчас осталось, это находится вот в этой шухлядке, нет, в этой шухлядке ничего не находится, здесь грязные трусы находятся, вот в этой шухлядке. У меня осталось 400 рублей, это все, что у меня осталось. Вот, вот я сейчас живу и у меня на всю жизнь всего лишь 400 рублей. И плюс к этому всему у меня в холоду еще осталось 2 доширака на то, чтобы похомячить что-то, бутик и один творожок 2% нежирный. Но я все же как бы за фигурой своей слежу. Я даю тебе слово, даю тебе зуб, ты никогда меня не увидишь без этой маски. Я до конца жизни буду ходить в балаклаве, каждую серию, чтобы меня просто не узнавали. А то если опять узнают где я живу, опять сюда все воры сбегутся и опять у меня все украдут. Небольшая такая экскурсия по моему новому дому. Здесь у нас под лестницей живет женек. Я не знаю, то ли он местный бомж, то ли он местный алкаш, я как бы еще не разобрался, то ли он просто потерялся. Я не знаю, ну как бы без разницы, вы видите сами какой у нас здесь подъезд, поэтому я даже разбираться не буду. Я здесь вообще живу практически 2 дня. Не буду никому сейчас свои правила задвигать. Баблю, пенсия пришла? Конвертик? Не, ну я жду, когда придет. А то у меня бабок вообще нет, вот. А вы же со мной поделитесь. Я надеюсь. Район просто шикарный. Много богатых людей. Много бабулек, которые пенсии получают. Два мопеда перед подъездом стоят. Вольсваген Жук перед подъездом стоит. Да ляяяя. А здесь у нас детская площадка. Здесь хорошо. Здесь дети у нас играются. Вот у нас Мишаня в песочнике сидит. Вот у нас здесь Настечка. А ты вообще какой-то страшный. Тоже в маске ходит. Маску сними, хочу на лицо твое посмотреть. Нет, не снимает. И здесь у нас еще какой-то Ашкет бегает. Вот этот прям вообще актив. Че он делает? Мелкий! Напивасик 50 рублей не найдется? Мелкий! Напивасик 50 рублей всего лишь дай! Ну хорошо, ну 30 хорошо! 30 рублей! Он ходит и просто папками раскидывается. Смотри, 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 смотри. Хм. Ну ладно. Я это... А это мое. Хе-хе-хе-хе! Я 50 рублей... Да че я так катился? У школьников 50 рублей ворую. Оп, опа, опа, опа. Да, 50 рублей пропали, пропали. Мне кажется, ему как-то вообще пофиг на эти 50 рублей. У него там бабок просто хоть весь мой подъезд накорми. Надо потом за ним проследить будет, 100%, потому что мелкий, как я вижу, прибаблишки, прибаблишки. Не бойся там у него какие-то родители. Батя олигарх или батя депутата. Мама там фотомодель какая-то там ездит по всяким Нью-Йоркам, Парижам, Лос-Анджелесам. И 100% зарабатывать кучу бабла Если мелкий ходит просто по детской площадке И раскидывает просто кучу бабок То, что он выкинул 50 рублей, я только что их подобрал Ну, это уже тогда что-то означает, да? Вот А я сейчас побегу к местному бизнесмену К местному предпринимателю Я уже успел познакомиться за эти два дня У нас здесь в городе есть Степаныч Где-то там есть Михалыч, где-то Петрович А здесь вообще Степаныч Он живет вот здесь, вот в этом районе Там у него вроде гараж И он, как бы это сказать, он скупщик Он скупщик То есть он ищет всякий металлолом Он ищет всякие нужные, важные предметы И потом это все барахло продает буквально за копейки А мне для того, чтобы работать Хорошим вором Для того, чтобы выполнять потом в будущем какие-то прикольные заказы Сейфы взламывать, банки грабить Мне нужно в первую очередь лом И хотя бы какие-то отмычки Лом, чтобы открывать двери Взламывать сейфы Я надеюсь, что Михалыч мне все же что-то продаст За 450 рублей Это все, что у меня сейчас есть А в следующей серии, возможно, я уже смогу просидеть за этим мелким шкитом И он, наверное, приведет меня к себе домой Я выжду, пока у него дома не будет родителей И украду у него что-то Местный предприниматель Степаныч Ну, здорово, баклажан, здорово! Ты смотри, в очках Ёперес, это как же много у тебя хлама здесь в этом гараже Чего здесь только нет И... Опа! Ты смотри За сколько толкнешь? За сколько толкнешь? У меня как бы даже средства передвижения нет, транспортного средства Поэтому я бы... Тест драйв Можете я потом накоплю бобишек И куплю у него вот этот велосипед А почему велосипеда звук Как будто я на каком-то хамере еду, не? Тебе не кажется, Степаныч, что... ААЙ! Лё как-то подожди! ССЫ! Успоко... Ай... Несправно у тебя какой-то велосипед, я не знаю... Ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз, да не в ту сторону! Вот в эту, в эту, в эту! Налево, поверни дебилы, кусок, да куда ты? Е-е-е-етри колоти! Тебе ничего не понимаю! Вот, 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 оп, оп! Да, да, под... Демонская машина! Я аж через стенку вылез. Починить его сто процентов нужно. Видишь, что он сам катается? В стене застая. Короче, Степаныч, здорово, ёптый Да-да-да-дарова, шкет Так, у тебя лом 500 рублей лом стоит 500 рублей гаечный ключ 300 рублей бинокль Бинокль краски мне пригодится, реально За мелким тем же проследить И 100 рублей у нас отмычка стоит Отмычку я могу купить Отмычка мне, в принципе, пригодится Как ты думаешь, лучше мне купить сразу 4 отмычки Или всё же накопить ещё 50 рублей и купить лом? Мне кажется, что лом мне больше сейчас нужен Нежели отмычка Ты хоть и местный предприниматель у нас, Степаныч Ну чё, джопа у тебя какая-то слишком наглая Да какие 500 рублей за лом? Да я сейчас пойду на какую-то свалку И бесплатно его там найду Он будет где-то там валяться Ладно, у меня другого варианта нет Поэтому я ещё приду А ты пока давай качайся здесь Ты смотри, у него в гараже даже тренажёрный зал есть Надо будет их захомячить Балаклаве на самом деле не очень удобно вообще жить Ну потому что она мешает Я однажды хотел плюнуть, реально там Хочу И опять балакал плюнул И опять вся мокрая Она воняет, как псина дохлая какая-то Извиняюсь за то, что держу вас в курсе Но это реально, её почаще стирать нужно Я уже знаю, где живёт Степаныч У меня есть хата Она оплачена на месяц За этот месяц мне нужно заработать как можно больше бабок Хотя бы 10 тысяч, чтобы заплатить владельцу квартиры Чтобы он меня к чёртовой бабушке оттуда не выкинул И чтобы я ещё смог хотя бы один месяц прожить А когда у меня уже будет куча бабок Я и Катю сюда заберу А пока что она будет выживать там в том районе, где я её оставил Ну, там где куча воров Я по крайней мере надеюсь, что она справится с этим всем выживанием Ну я её как бы тоже буду частенько посещать, да Я просто решил в новой профессии себя попробовать Грабитель такой небольшой А чё, интересно, интересно Баблюб Пришла пенсия? Ну, если не пришла, вряд ли бы она здесь 12 часов ночи сидела и ждала бы её дальше Ладно Хух, а дети, а вы чё... Ты смотри, у него даже велосипед есть Эй, даже покататься Ладно, я тогда за ним сейчас проследую Куда он вообще... Он уже домой отправляется Ему мама, наверное, позвонила и сказала Чтобы этот шкет мелкий домой отправлялся Поэтому я сейчас за ним прослежу А когда куплю себе лом Я узнаю, когда его родаки уходят на работу Да я прям сейчас вообще пойду к нему домой Я прям сейчас за ним прослежу, пойду к нему домой И всё там старотыбзю Мне вообще посрать на этих родаков Ну, если у него есть велосипед, значит это уже хорошо Я прям сейчас у него велосипед, это старотыбзю Главное, чтобы он меня не увидел Ага, хрен там плавал Ну да, вряд ли я туда смогу зайти Что один здесь, что второй здесь Подожди, подожди, это у этого мелкого шкита охрана? То есть это его охрана? Не буду яйцами рисковать, не буду велосипед прямо сейчас у него воровать Я немножко подожду Вот у них только биты У них даже не пистолеты, у них просто биты То есть мне хватит реально одного лома Нет, лом всё же для того, чтобы взламывать замки У Степаныча там ещё гаечный ключ есть А вот как раз если гаечным ключом по башке шандарахнуть Там не только звёздочки увидишь Да и шашлыков ходячих увидишь Да и в принципе вообще вся жизнь моментально перед глазами пролетит Первый день в новом городе у нас закончится Не обращай внимания на то, что я каждый раз чешу бошку Но как бы просто в балаклаве сижу В балаклаве не очень удобно Тем более борода чешется Но не тебе судить Ты меня больше никогда без маски не увидишь Баблюб, если почталён придёт Звякните, ага Пока Маша, я тебя люблю Прекрасно Катя, дура А я пойду в свою квартиру Всё, что я захватил со своей прошлой хаты Это вот эти фотографии Это всё Вот здесь я Вот здесь я В Дубае Вот видите Вот здесь у нас фотографии Я в Дубае Здесь я в зоопарке Здесь у нас розовый кролик Здесь я на мосту Смотрю На луну Здесь в пустыне Это тоже в Дубае я был Это Вот это фонтан Это фонтан, водопад, водопад на Алтае я был Это в Португалии, видите, пальмы Это тоже в Португалии, здесь океан Эх, фоточки, фоточки Эти фоточки всю мою жизнь записывали Да, и это все, что у меня осталось Захамячу дошик Ляжу На этот матрас, который я себе постелил на земле И, в принципе, прямо сейчас можно даже Вырубиться А мы на этом закончим прямо сейчас И если ты хочешь видеть следующую серию Вора, дай мне знать в комментах И поставь лайкусик, если, конечно, жопа не ленивая Набираем 15 тысяч лайков, обещаю, что сразу же Ее выпущу А ты, если не хочешь, чтобы я у тебя из туалета Украл туалетную бумагу Самый неподходящий момент, когда прям тебе Очень сильно приспичит его посетить И не будет чем, ну, короче, ты понял Подпишись на канал Чтобы не пропустить новую серию Спасибо всем за просмотр, всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok